Я брал интервью у двух выдающихся правозащитников, Натана Щаранского и Буковского, Владимира Буковского, у Щаранского в Иерусалиме, у Буковского в Лондоне. И я представляю, как мог терроризировать КГБ, Комитет Госбезопасности Союза, при желании. К вам применялись какие-то методы воздействия со стороны КГБ? Если да, то было ли вам страшно? Никаких воздействий не было. Я знаю, что оно на мной висело. Висела возможность арестовать и судить меня после 70-го года, когда я съездил в Ташкент на процесс Габая и Мустафы Джамилёва. Нынешний председатель, он, по-моему, председатель Меджлиса здесь. До недавнего времени был, да. Крымско-татарского водорода. И мы с ним знакомы. Это, конечно, уникальный человек. Вот их судили вместе в Ташкенте. И когда я приехал как свидетель и дал показания о Габае, мне сообщили адвокаты, что на меня заведено отдельное дело. И что ему может быть дан ход, если, конечно, Москва позволит. Но Москва не дала этому хода. А так на дому и село. Ничего больше меня... Я бывал вызван в качестве свидетеля неоднократно. Ну, шли беседы, я давал показания, какие считал нужными или не давал их. Было и такое. А так, чтобы как-то нажимали, нет. Я догадываюсь даже почему. Я успел немножко заработать популярность своими песнями, как Барт. А затем и как автор песен во всякие фильмы и спектакли. И власти понимали, что заводить на меня дело – это будет шум больше, чем они захотят. И они были в этом не заинтересованы. Тем более, что они понимали, что когда я уже не могу преподавать, уже не могу выступать на сцене с гитарой, со своими песнями, то для меня остается одна дорога – работать с кино и театром. А там своя редактура. И быть одновременно диссидентом, подписывать какие-то протестные документы и так далее, и работать в театре – вещь невозможная. Потому что в театре ты отвечаешь не только за себя, но и за коллектив. И поэтому это… либо-либо. Но это со стороны КГБ было мудро. А вот возвращаясь к КГБ, я знаю, что в оперативных сводках комитета госбезопасности вы проходили под кодовым именем гитариста. Да, было такое. И я вот в прошлом году стал первым журналистом, кому дал большое телевизионное интервью, бывший первый заместитель представителя КГБ СССР Филипп Денисович Бабков, отвечавший за идеологию, за деятелей культуры. Я знаю, что однажды Филипп Денисович пригласил вас к себе на беседу, на Лубянку, и не представился. Нет, он очень даже представился. Он представился как Сергей Иванович Соколов. И ни одному мне он так же представлялся и Красину с Петром Ехиром. Он так же представлялся, Бахминов Славия и многим. Это была его не партийная, получается, а подпольная кличка. Это была его игра. Это был его такой псевдоним. Только позже я узнал, что он зам Андропова и так далее. Да, у нас с ним была беседа, это была профилактическая с его стороны беседа. Он хотел понять, чего от меня ждать, и, соответственно, меня как-то правильно, постараться правильно направить. Беседа шла в очень доверительных тонах. Мастер он был беседовать? Да, он располагал, он улыбался и спокойно разговаривал о всяких, на всякие острые темы. Но вот когда, единственное, что он меня разочаровал в этой беседе, когда он сказал о Чехословакии, «Знаете ли вы, что если бы мы не вошли 21 августа, на следующий день там были бы немцы?» Вот тут я очень огорчился, потому что я уже расположился с ним беседовать откровенно, раз он предлагает такой вариант. А это такая лапша самого третьего разряда, и он мне ее вешает на уши. На уши, я думаю, господи, за кого же он меня принимает? Какие немцы. Какие немцы.